Если у человека есть только молоток, то ему весь мир кажется гвоздями. Математикам в некоторых случаях — это набор инструментов. Если вы изучили разные теории, то у вас имеется много всяких молотков, клещей. После этого мир становится богаче. Вы видите какие-то структуры, которые просто так... Сегодня я хочу рассказать про одну из них, которая называется «Порядочное множество». Я тоже вспомнил историю. Есть такой замечательный математик, преподаватель математики, Александр Калманович Свонкин. Он сейчас по Франции, но он писал книжку «Математика для малышей». Там вообще очень много преподавал и хорошо. И когда он занимался с первоклассниками, он задавал такой вопрос, что, допустим, Вася Бутея и Петя, а Коля Бутея и Вася. Кто Бутея всех? И школьники, даже не спрашивая, что, собственно, означает это слово, которое ничего не означает по-видимому, а твердо отвечали, что значит вот этот самый третий Бутея всех. Потому что как бы сама грамматическая структура, что прилагательная, это называется, скажем, сравнительная прилагательная, как бы подразумевается, что они обладают некоторыми свойствами, так называют аксиомы. Ну вот давайте напишем, ну это иногда называют аксиомы порядка, мы как бы сравниваем сравнительные степени прилагательного, что что-то там может быть Бутея и чего-то. Ну вот как вы думаете, какие интуитивные свойства в это понятие вкладываются? Какие аксиомы вы считаете естественными? Мы решали задачу, что там Бутея и Вася, а Коля Бутея и Бутея. Кто Бутея и всем? Ответ Коля. Какой аксиом мы тут используем? Если А больше Б и Б больше С, то А больше С. Да, ну если А, так сказать, Бутея, мы будем говорить больше, если А больше Б, а Б больше С, то А больше С. Ну это даже имеет нефренаучное название, может быть вы тоже что-нибудь из вас его слышу, как это нам будет называть? Какие еще аксиомы вы бы ожидали от такого отношения А больше Б? Ну вот в таком-то смысле больше А. Если А больше Б, то Б меньше А. Ну это на самом деле как бы обозначение, мы можем писать, читать это как А больше Б, и читать это как Б меньше А, это как бы просто, ну на самом деле это как бы не разные, разные записи одного и того же утверждения. Может ли быть, например, ну сейчас, может быть вы какой-нибудь еще аксиомы придумаете? Что бы вы еще ожидали? Что никто не Бутея... Мы получали, может быть, если А равно Б или Б больше С, то А больше С? А, сейчас, хорошо вы узнаете, если А равно Б, а Б больше С, то А больше С. Но что значит, что А равно Б? Это значит, что А и Б это как-то просто одно и то же. Да. Значит, если Петя и Иванов, то Петя равно Иванову. Если Петя Бутея и Васе, то значит Иванов Бутея и Васе. То есть это как бы не отдельное свойство, которое может быть... Если мы понимаем равенство, как то, что это просто один и тот же предмет, тогда это не отдельное свойство, а просто, так сказать, вот вытекает из понимания обозначения. Ну, давайте тогда я скажу две аксиомы. На самом деле, одна из них лишняя в том смысле, что она выводится из другой, из других. Но вот вы сейчас подумайте и скажете, какая их. Значит, такая аксиома, что никто не Бутея самого С, то А невозможно. То есть мы договариваемся, что такое отношение строгое, что никто не Больше самого С, то А. А вторая аксиома, что невозможно было, чтобы А было больше В, и В больше А одновременно, невозможно. То есть не может быть так, чтобы там Коле был Бутея и Петя, а Петя был Бутея и Васея. Это как бы противоречит идее сравнения, и это мы считаем аксиомой. И вот, значит, теперь я хочу сказать, что из этих трех аксиом, на самом деле, одна лишняя, я в том смысле, что она следует из двух других сейчас. Можете ли вы догадаться, какая лишняя? Первая. Третья. Третья. Третью можно вывести из первых двух. А кто может, поднимите, пожалуйста, руки, кто может вывести третью из первых двух? Да, ну вот, расскажите вы. Ну, так, мы сначала... Мы один и два, мы знаем, почему не может быть вот этого. Так, если А больше А не возьмем Б, А также... И так же транзитивность... А больше Б, то... В чем было бы противоречие? Почему... Представьте, что первые две аксиомы верны. Мы хотим доказать, что третья невозможна. Почему не может быть так, что А больше Б и одновременно Б больше А? Ну, скажите вы. Потому что в первых аксиомах С на А. Да, первая аксиома вообще верна для любых трех предметов А, Б и С. При этом ничего не говорится. Разные они одинаковые, просто три любых предмета. Значит, в частности, может быть случай, когда С равно А. Это какой-то частый случай транзитивности. Значит, если А больше Б, а Б больше А, то, соответственно, А больше А. Ну, а это противоречие второй аксиомы. То есть, если у нас имеется первая аксиома и вторая, то третья нам на самом деле не нужна. Ну, давайте мы пытаемся привести какие-то примеры. Ну, вот, это называется отношение, то есть у нас свойство двух предметов, что один предмет с другим находится в некотором соотношении, чтобы один там больше другого. Вот давайте попытаемся привести разные примеры и посмотрим, верно это или нет. Ну, например, там А, а родитель Б. Как это можно считать отношение? Будет ли это отношение в порядке или нет? Будет. Что? Будет. 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 Почему? Потому что родители себя старше ребенка. И что? А больше Б? Нам надо проверить две аксиомы. Вторая аксиома говорит, что никто не может быть родителем самого себя. Ну, это понятно. А первая? А, Б, если Б будет родителем С, Значит, если А родитель Б, и Б родитель С, то будет ли А родителем С? Нет. Транзитивности, значит, здесь нет транзитивности. То есть родитель, это не в смысле предок? Да. Значит, А, нет, ну, я не знаю, как сказать, ну, вот, папа-мама. Ну, это как прародитель, или там, ну, давайте, А предок Б. Ну, что значит предок Б? То есть, что А, есть цепочка там, А, какие-то его дети, 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 и в конце Б. Тогда это верно или нет? А, нет. Да. И, соответственно, это не может быть. Но, конечно, если мы, допустим, там, при приемных родителей, еще какой-то пример, там, А старше Б, пусть у нас имеются, ну, там, геометрические фигуры. Круг, там, квадрат, может быть, разных размеров, там, треугольник, там, большой треугольник. А отношение такое, что А больше Б, если Б помещается в А. То есть, можно в секуру Б так подвинуть, чтобы она целиком оказалась строго внутри А, во внутренности А. Ну, вот на этой картинке, как, что больше чего? Треугольник больше труда и... Значит, какой треугольник? Большой треугольник. Большой треугольник, он больше круга, то есть, вот здесь имеется отношение. Вот это как бы возрастает. Давайте, ну, я не знаю, правда, стрелка будет больше. Ну, ладно. Это помещается сюда. При этом, допустим, круг будет больше квадрата, а квадрат будет больше маленького треугольника. Маленький треугольник помещается сюда, сюда и сюда помещается. Квадрат больше круга, при этом мы делаем круг больше треугольника. А, квадрат у нас так нарисовали, так получилось, что круг поместится в квадрат. Так будет более интересный пример. Значит, квадрат у нас... Что у нас еще есть? Пропущено чего-то? Ну, большой треугольник лезет еще за квадрат. Значит, большой треугольник влезет в квадрат. Да, мы делаем то, что большой треугольник может влезть и круг, и квадрат. На самом деле, если эту схему нарисовать более красиво, то у нас есть самый маленький треугольник, есть дальше круг и квадрат, которые друг в друга не помещаются, и есть большой треугольник, в который помещаются вот все вот эти. Это общая схема, можно нарисовать какие-то предметы и провести стрелки. То есть, если маленький треугольник большой, не надо... Да. Значит, ну тут можно по-разному. Вообще, конечно, это меньше этого. То есть, в принципе, можно нарисовать стрелку. Но можно договориться, что если мы можем пройти по стрелкам, то необязательно нарисовать соответствующую стрелку, потому что это уже вытекает из всего. И тогда у нас получается, значит, вот это. Да. Мне кажется, что это не совсем понятно, потому что круг и квадрат, они должны тогда равны, потому что круг помещается квадрат в квадрат. Да. Во-во-во-во-во. Значит, тут есть такое обстоятельство, что круг и квадрат, никто из них никуда не помещается. Да. Это называется несравнимое как-то. Значит, но в математике термология такая. Есть еще три... Значит, есть еще более сильное... Третье... Более сильное требование линейного порядка. Никуда она удовлетворяет вашей аксионе. Сформулируйте эту аксиону, тогда я ее запишу. Что бы вы еще хотели потребовать от порядка? Ну, получается, если А равно В и В больше С, то А больше С? Нет. Если А равно... Значит, если А равно В и В больше С, то А больше С. И это мы уже обсуждали, и это не аксиомы, это как всегда верно. Если А и В это один и тот запрет нет, а В больше С, то естественно, А больше С. Значит, нарушаете некоторое... Это здесь, нарушаете некоторое другое условие, это правильно отметили. Как вас сформулировать? Что вот здесь не выполнено такого же, вам хотелось, чтобы было выполнено? Ну, чтобы А не меньше С. Квадратный круг помечался и последний. Да, но как это в общем виде сказать? Если получается А не меньше В и В не меньше А. Этого не должно быть. А должно быть что? Что если есть какие-то два разных предмета А и В, то что? А не больше, а не меньше? Да. То должно быть одно из двух. Либо А больше В или А меньше В. Значит, и мы уже знаем, кстати, что это одновременно быть не может, потому что мы это обсуждали в связи с этими аксиомами. Это вытекает с первых двух всего. Что не может быть одновременно. А мы теперь требуем, чтобы А всегда было одно из двух больше. Хорошо. Ну, давайте я еще тогда скажу. Теперь я смогу спрашивать, будет ли это... Да. А вот, кстати, А предок В. Был этот порядок линейным или нет? Нет. Нет. Потому что если почти любую пару из вас взять, то никто из вас не будет предком никого. Да. То есть много пар несравнимых элементов, так сказать, и ничего. А А родился до Б. Будет ли это линейным порядком? Это зависит от того, какой точностью мы считаем. Если мы считаем только, допустим, год рождения, то наверняка в этой комнате есть много людей, которые несравнимы. Потому что они родились в один и тот же год. А если мы считаем там год, день, час, минуту и секунду, то уже вряд ли найдется... Ну так, в принципе, в мире, конечно, такие люди есть, но среди присутствующих все-таки вряд ли есть два человека, родившихся прямо в один и тот же, в одну и ту же секунду. То есть это как повезет, может быть, линейный порядок или нет. Хорошо, давайте еще чего-нибудь... Я вас спрашиваю про разные вещи. Вот, допустим, такое свойство. Это свойство, что А больше Б, если А делится на цело на Б. Делится без остатка на Б. Будет ли это порядок? Частичным и будет ли он линейным? Частичным будет. Почему? Потому что... Как доказать, что если А делится на Б и... Ну, это вы, так сказать, проведете доказательством методов повторения убедительным голосом. Действительно. Ну, мы как бы очень убедительно сказали, но сказали просто, что ну как, если А делится на Б, а Б... Ну, конечно же, А делится на С. Чего тут туру? Да. Да. Ну, то с данного утверждения можно выразить, что С это несколько раз... Б это несколько раз по С. Ну, давайте так и нарисуем, что Б это несколько раз по С. Ну, а если А делится на Б... Ну, либо... Если А делится на Б, это кто несколько раз по чему? То это вот как раз и есть... А несколько раз по Б. Значит, вот у нас несколько Б, и они вместе дают А. Ну, теперь видно, что каждый из этих Б можно точно так же выразить С, и получится А все выложено на С. Ну, можно еще сказать более научно, что значит, что А делится на Б без остатка. Это значит, что А на Б это целое число. Значит, мы знаем, что вот это целое, и Б деленное на С будет целое. Как отсюда получить, что А деленное на С будет целое число? Что нужно сделать? Перемножить. Перемножить. Значит, если мы умножим А на Б, умножим на Б на С, то получится как раз Б сократился, а останется А на С. Но произведение двух целых чисел — это целое число. Хорошо, значит, это будет... Ну и... Да, надо еще сказать, что второе аксиомие, надо сказать, что А не равно Б. То есть А больше Б, если А делится без остатка на Б, но оно не равное. Иначе будет нарушено. Тогда нужно будет здесь проверить, что если А делилось без остатка на Б и не равнялось Б, а Б делилось без остатка на С и не равняется С, то, значит, и в результате они тоже будут. Ну и естественно, что Б меньше, чем А, а С меньше, чем Б. Хорошо, а будет ли это порядок линейным? Верно ли, что вот третья аксиома, что если взять два разных числа, то обязательно из них одно делится на другое? Нет. Нет. А какой пример? 7 и 2. Да, ну, например, 7 и 2. Ясно, что ни одно из них на другое на целое не делится. Хорошо, теперь из этих чисел на самом деле можно как бы конструировать то, что у нас уже, скажем, было. Вот у нас был такой пример, когда вот маленький треугольник содержался в квадрате и круге, а квадрат и круг содержались в большом треугольнике. То есть вот у нас был самый меньший, самый больший и вот, значит, два промежуточных. Можно ли теперь такую же картиночку изобразить с числами, чтобы вот эти стрелки означали, можно ли поставить здесь четыре числа так, чтобы эти стрелки обозначали просто деление? Ну, давайте, подождите, давайте пусть я немножко подумаю. Значит, надо поставить четыре числа так, чтобы вот это число делилось на яд, а это делилось на яд, а это делилось на яд, а это делилось на яд, а эти два друг на друга не делились. 2, 6, 14, 84. 2, 6, 14. Куда надо писать все это? 2 внизу. 2 внизу. 14, 100. 6, 14 здесь, да? А здесь написать 84. А на 6 это как раз 84, да. То есть вообще можно здесь написать там А и В, а здесь там произведения тех самых обратных. что можно? 1, 3, 12 и 4. 1, 3, 12 и 4. Да. Ну, то есть это число должно быть общим кратным, а яд и должно быть общим делителем этих двух. Ну, не обязательно наибольшим и наименьшим, соответственно. Вот здесь одно из чисел можно уменьшить так, чтобы все сохранилось. Какое? Вообще можно все числа уменьшить. А, можно все числа уменьшить. Тогда получится что? 1. 1 научится. Если мы все поделим на 2. Естественно, что частные все не изменятся. 3, 7, а здесь 42. 23. Еще можно что-нибудь уменьшить. 42 можно заменить на 21. Научно это говорится так, что если мы рассмотрим вот эти 4 числа, 1, 3, 7, 21, рассмотрим вот с отношением порядка, вот таким, делимости, а также рассмотрим эти 4 фигурки, которые у нас были, с отношением помещаться, то получается у нас два частично упорядочных множества, которые на самом деле устроены одинаково. Если мы здесь нарисуем треугольничек, здесь, значит, квадрат, а здесь большой треугольник, то ровно только те же самые соотношения. Ну тоже для этого есть научное слово, они говорят, что они и заморозны. Ну вот так это. Смысл тот, что устроен одинаково.